Добрый день! И сегодня я хочу с вами поделиться опытом создания такого роскошного цветка как гергин или дахлия. Итак, приступаем мы к покраске наших лепестков, наших листьев. Как вы видите, я беру темный тон, ну при высыхании он будет светлее и наношу снизу вверх, по центру и сверху я делаю светлее, так как я потом буду немножко добавлять еще красный цвет красной краски. И так мы должны покрасить в принципе все листья. Итак, сейчас мы наносим, ну по вашему желанию, как вам нравится, красный тон. Я наношу феотично на всех листьях по-разному, просто немножко и разбавляю немножко с зеленым тоном, чтобы переход был более плавный, не резкий. И краску наношу я тонкой кисточкой. Три нуля. Совсем чуть-чуть. Вы можете и пол листа покрасить красной краской. Это уже дело вкуса, как вам нравится. Сейчас мы должны покрасить еще подклейки наши. Я беру коричневый тон, добавил немножко туда зеленого тона и и не очень-то темный тон у меня, так как эти подклейки, они такие будут у меня все-таки прозрачные, ну как и настоящие. У настоящих цветов они как раз полупрозрачные. Верхние совсем будут прозрачные, с легким оттенком, в зеленом. А второй слой, который смотрит вниз, острием, они уже более насыщенные коричневыми. Вот эти они и есть у меня. Ну вы увидите уже их в готовом виде. Плюс такие же будут у нас первый ряд, так как в цветке есть центр, в которых спрятаны наши будущие листья. И эти листья, они еще бело-зеленые, еще цвета не имеют. Поэтому я их не крашу. Вы их увидите на выкройках, если перейдете по ссылке. И увидите здесь у меня, когда я буду это делать. Потому что первый ряд у нас стоит из двух частей. Из такой выкройки белого цвета или прозрачного. И второй уже идет у нас бордовый. Насыщенный красный. Здесь второй вариант этих наклеек. Это для бутонов. Они немножко поменьше. И стоят из шести как бы частей. И вот их я сейчас буду делать немножко прозрачными. Я эту же самую краску коричневую разбавляю водой. Добавлю немножко, совсем чуть-чуть зеленого тона. И так будет наклейка. Наклейка такая полупрозрачная. Как будто она уже начинает высыхать. Сейчас я как раз добавляю воды. Так как на шелке все-таки... Видите, они уже прозрачные. На бумаге все-таки это тон один. А на шелке это немножко другой тон. Поэтому нужно проверять на конкретной ткани. Так как я делаю сейчас у вас мастер-класс и на ваших глазах это делаю, то я естественно не подготавливал тон. И сейчас я беру... Возможность ищу как мне разбавить зеленую краску. Потому что мне нужно, чтобы немножко цвет зеленого цвета был немножко светлее. Сейчас я беру нашу заготовку. Это полоски, которыми я буду стебли обрабатывать, закрывать. По идее эта ткань должна краситься в зеленый с коричневым тоном. Потому что у данного цветка стебель не чисто зеленый. А все-таки имеет немножко коричневый оттенок. Но у меня уже краска зеленая имеет состав коричневого тона. Я добавлял сразу и в листья, чтобы листья были темные, не совсем зеленые, а немножко с коричневым оттенком. И стебель тоже будет у меня не совсем зеленый, а тоже с коричневым оттенком. Поэтому я не делаю гладкого вида или один конкретный тон зеленый или коричневый. Так как в стебле цвет меняется. Где-то поделенее, где-то более насыщенный коричневый. Поэтому я просто зеленую краску добавил коричневую. И не очень хорошо я ее помешал. Не очень хорошо ее краску растворил. Поэтому у меня местами будет все-таки попадаться где-то зеленая, где-то коричневая. Я этим имитирую уже стебель такой, где покрытие тона не одинаковое. У меня идет игра. А вы можете уже делать так, как вам нравится. Можете коричневый стебель сделать, можете зеленый. Так как вам нравится. И так сейчас я зеленую краску немножко разбавляю. Чтобы она была более прозрачная. И наношу на края. И при этом не везде, а хеотично. Где-то больше, где-то меньше. Чтобы был какой-то образ, какая-то игра тонов. Так как они не имеют один конкретный тон. Но это, опять же, чисто художественный образ. Вы можете добавить даже красный тон, если вам хочется. Просто у каждого художника свой стиль, свой подход к покраске. Поэтому вы можете также экспериментировать. И так мы начинаем сейчас красить первые наши лепестки. Это то, что будет у нас в самом центре. А под ними будут у нас белые. О которых я только что говорил недавно. Потом вы увидите их. А сейчас мы наносим обильно воду. Подготавливаем их к покраске. Я уже полоски, как вы видите, вырезал. Мне нравится все-таки вырезать конкретные. Эти полоски уже как бы отдельные лепестки. И сверху крашу. Насыщенные делаю верхнюю часть этих лепестков. А нижняя часть у нас такая полупрозрачная. Я буду цветом играть. Я буду еще добавлять бордовый тон на кончике. А вы будете делать так, как вам нравится. К красному бордовому тону даже очень хорошо фиолетовый цвет добавить. Потому что он очень хорошо смотрится. Сочетается с красным тоном. Он дает такой насыщенный бордовый оттенок. И это мы сейчас делаем уже. Подготавливаем к покраске второй ряд наших лепестков. Как видите, они уже имеют более близкий к размеру лепестков. И так наносим побольше воды, чтобы ткань у нас хорошо пропиталась. И точно так же, как и эти первые наши лепестки, так же мы красим и второй ряд. В принципе, все лепестки мы так будем сверху вниз краску наносить. Так как низ у нас будет немножко светлым, полупрозрачным. Вы видите, начинаем сверху вниз и внизу у нас светлый тон. И так мы должны покрасить полностью все. И так сейчас мы начинаем немножко добавлять темный тон бордовый. Совсем немножко хеотично, не надо полностью, а просто прорабатываем какие-то детали. Какие-то отдельные лепестки. Где-то акцентируем внимание на верхней части, где-то по краям. Просто произвольно начинаем наносить темную краску. А вы уже выбирайте, хотите вы это или нет. Нравится вам это или нет. И так проходит. Как, как, как? Какой-то? Как, как, как так? И это или нет. Это или нет. Как можно представить. Не знаю. Не знаю. Итак, сейчас мы начинаем красить наш третий ряд, это лепестки уже отдельные, и также сверху вниз, и центр мы оставляем немножко светлее, а сейчас мы берем опять же бордовую краску и начинаем проходить по краям, плюс верхнюю часть должны выделить, подчеркнуть, и будем сейчас их затемнять немножко, чтобы была у нас игра цвета, когда высохнет, то цвет будет немножко светлее, конечно. Итак, сейчас мы, как вы видите, их также убираем на чистую газету, сухую, для того, чтобы они у нас высохли. Это вы знаете. Больше я повторять эти моменты не буду, так как вы это все знаете. Ну а сейчас мы берем последний наш ряд, большие лепестки, и тоже так же будем их красить. вначале нанесем воду, хорошо пропитаем ткань, и затем будем наносить краску. не забываем, конечно, из ткани убрать воздух. воздуха не должно быть. и так начинаем красить наши лепестки. опять же здесь ничего нового нет. Так же начинаем сверху вниз. Низ у нас немножко светлый, и оставляю немножко по центру. или центр делаю более светлым. Как видите, я делаю феотично. На каких-то есть, на каких-то нету, на каких-то больше, на каких-то меньше видно центр. А вы уже выбирайте, как вам нравится. Мне нравится так. Итак, сейчас мы берем нашу проволоку номер 28 и красим. в красный тон. Так как у нас последний ряд лепестков будет на проволоке. Поэтому мы должны покрасить в тон, который мы берем за основу. Просто вы должны это делать сами уже выбирать. Если у вас желтый цветок, то желтая проволока. Если лиловый, то лиловый, то и так далее. Покрасим и берем в сторону для того, чтобы все это высохло. И так мы сейчас должны взять, даже не знаю, как назвать, полоску ткани. Она у нас шириной один сантиметр. Берем проволоку, восемнадцатый номер. И будем делать как бы бутон, но не обычный. В японской технике именно такой. Я бы лично сделал из ваты обычный бутон или в виде шарика. Но в японской методике именно такой предлагается. Поэтому я решил вам показать. А вы выбирайте сами уже. Она у нас не крашена, белого тона. Это полоска из шелка. В шелке я немножко надрезал. И проволоку я загнул. И как раз в этот разрез и зажал проволоку. Чтобы проволока у нас углубилась в центре этой основы. Вы видите, что крючок, чтобы я загнул, он более плотно прилегает. И сюда наносим клей. И очень аккуратно закручиваем, чтобы у вас не было спирали. До миллиметра у вас должно быть точно. И сверху, и снизу. Это будет у нас С-образный бутон. Вокруг этого бутона у нас будут располагаться все лепестки. А вы его выбирайте. Вы делаете из ваты это или же так же, по этой же методике. Выкройка дана. Так что по ссылке пойдете и вы увидите размеры данной полоски. Она сантиметрная и длина у нее 43 сантиметра. Когда вы накручиваете шелковую полоску, то немножко натягиваете. Только сильно тянуть не надо. Просто, чтобы у вас она плотно прилегала. Вы поймете, когда будете накручивать, поймете, что нужно немножко ее натягивать, тогда легче ее крутить. Кручить. . . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы видите... Совершенно ровный... Абсолютно... Так что у нас лепестки пойдут все... Тоже сложно будет вам, наверное, что они будут располагаться до углубления. Вот сейчас вы видите эти полоски, которые я краю, это квадрат. Потом из этого квадрата я делал две полоски и тогда уже вырезал данные лепестки, надрезы делал. Просто так вам будет удобней. Не каждый отдельно, а... Видите, я вам сейчас пунктирную линию веду, что из двух частей состоит одна и вторая полоска. И в три слоя сложено. И все. И тогда потом вы делаете уже надрезы и на низ вы сходите, оставляете внизу 5 миллиметров. Все. И теперь мы обрабатываем. Берем насадку лапкой узкую и совсем немножко, совсем немножко, только с краю мы проходим, чтобы сам край лепестка смотрел внутрь. Сильно закручивать не надо. Совсем плавными линиями немножко проходим. И все. Видите, немножко только края закруглились. И все. Ну, потом вы поймете, почему это. Так как, если будут вас кудрить, то у вас ничего не получится. Потом вы поймете. Сейчас мы берем второй ряд и меняем насадку нашу. Берем мы насадку уже покрупнее. Или же берем мы, как и я, шарик. Это уже дело вашего вкуса. Потому что, в принципе, эффект будет тот же самый, что от лапки, что от бульки. Маленькой. И точно так же сверху будем вниз, но опять же не очень сильно будем закруглять. Совсем немножко. Только сверху, чтобы край смотрел внутрь. В сторону бутона. Все. Сейчас нагреется булька у нас. И тогда мы начнем обрабатывать. Вот. Нагрелось это, берем мы и лучше разъединить. Тогда у вас более точно получится. И при этом вы делаете не обязательно, чтобы все были одинаково кручены. По-разному. Где-то один лепесток больше смотрит вниз, второй меньше. Третий вы можете прям только сам-самый край. И все. Они должны быть все разной величины. По-разному быть закручены. И опять же, легкими движениями. Давить совершенно не надо. И все. И так обрабатывайте все. Сейчас берем мы как раз вот выкройка, который я вам говорил. Который у нас будет перед первыми лепестками, я подчеркиваю. Она у нас немножко с зеленым оттенком. Потому что у всех георгин есть центр, откуда еще лепестки раскрываются. И все. Она у нас белая и слегка с зеленым оттенком. Как бы цвета еще нету. У всех цветов данного георгина, у всех сортов будет именно так. В центре они более такие прозрачные, зеленоватые, прозрачные. И так берем наш бутон. Свообразный. Берем клей крепкий. Если будет ПВА, то немножко будет вам сложно работать. А так берем японский крепкий клей. И на основание, и сбоку наносим клей. Вот. Если будете делать из ваты, то делайте шарик. Тогда будет у вас лучше даже, чем эта методика. Мне эта методика не очень нравится. Но дело вкуса. Я вам хотел показать, как делают в Японии. Итак, берем мы первую. И шило мы должны сделать по центру отверстия. Проколоть должны. И сейчас мы закрепим. Если бы у вас был шарик, или у меня, то было бы лучше. Это было бы та же, как мы ранее делали на других мастер-классах. Еще раз вам скажу, что мне эта методика не нравится. Что получается неестественно. У естественных Георген круглый все-таки бутон. И на округлом бутоне хорошо бы это получилось. А сейчас, увы. Это я сейчас проволоку пытаюсь выпрямить. Потому что там, если маленькое искривление, то уже будет несимметрично. Итак, мы прикрепили первый лепесток, как бы покрыли наш бутон. И должны второй. Две детали будет. Второй детали. Основание у нас клеим. И по бокам немножко клеим. Так как сверху они немножко уже, как бы, отходят. Как бы уже выросли. Из-за бутона уже лепестки. Они сейчас будут набирать уже тон, цвет. И начинают уже превращаться в красивый лепесток. Вот видите. Итак, берем уже наш первый ряд именно лепестков. И на основании где-то у нас 0,5 есть полоска недорезанная. И наносим клей. И берем наш бутон. И на основание надо ориентироваться так, чтобы эта полоска шла прям по краю. И немного, так как у вас не будет получаться, чтобы она шла гладко. Поэтому не будете закладывать небольшие складочки. Куда у вас все получится. И так вы должны три полоски скрепить здесь. Вы видите, вот у Георгина всегда вот так вот. В центре бутона. Берем вторую полоску. И будем продолжать. Там где закончился, прикрепляем вторую. Потом где закончится вторая, прикрепим третью. Итак, сейчас берем второй ряд. Итак, берем второй ряд и наносим клей на основание. И тогда мы... И так же, как и первый ряд, мы прикрепляем точно так же. И опять же, не забываем следить, чтобы было точно до сгиба. И плюс у нас будут небольшие складочки. Так что будьте внимательны и аккуратны. Складочки должны тоже быть все-таки немножко равномерны. Их надо распределять равномерно, по кругу. Иначе у вас будет где-то много лепестков, а где-то пусто. И так же продолжаем с второй деталью. У нас так же будет здесь три детали. Ой, нет. Второго ряда у нас будет пять деталей. В первом у нас было три, так как две детали пойдет на бутон. А больших этих лепестков уже, как бы второго ряда, у нас пять штук. И будьте внимательны, чтобы их распределять все-таки равномерно, по кругу. Как я хочу вам еще раз повторить, чтобы не было где-то больше их, где-то меньше. Здесь немножко вам сложно их распределить. Ну, по идее, у меня, как вы видите, они сошлись. И у вас тоже должно так же быть. За счет того, что у вас маленькие складочки. И в конце у вас два края сходятся вместе. Спасибо. Вот вы видите, сейчас начало и конец сошли. Здесь у вас то же самое должно быть. Если у вас правильно все сделано, то у вас должно здесь произойти соединение. Итак, четыре детали у нас есть. Итак, берем пятую деталь и прикрепим ее. Спасибо. 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 Спасибо.